Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим бои один на один. Когда я только начинал летать в онлайне, я летал только на одном самолете, Ла-5. Для меня это был лучший красный самолет в игре. Я изучил его от и до, научился стрелять с него и выигрывать бои без преимущества в высоте. Именно на этом самолете я достиг первых мест статистики и тем самым обратил на себя внимание. После этого я пошел дальше, к следующему самолету, открывая для себя новые возможности и новую тактику ведения боя. То же самое я предлагаю сделать вам. Летайте на самом лучшем самолете в игре, это Як-1 или БФ-109-Ф4. Уверяю вас, вы добьетесь больших успехов и быстрее научитесь летать. Дело в том, что эти самолеты позволяют допускать ошибки и исправлять их безнаказанно. Совершая ошибку, вы запоминаете ее, затем вы ее стараетесь исправить. Все это у вас откладывается в памяти, то есть вы набираетесь опыта. Опыт это тысячи ситуаций, произошедших с игроком за все время его полетов. Каждый заход на цель, каждый маневр, атака, упреждение, защита и так далее. Все это откладывается у вас в памяти и в дальнейшем при повторе такой ситуации вы уже будете знать, что нужно делать, как будет вести себя самолет, в какой точке будет противник, куда нужно наводить прицел, что будет происходить дальше. Вы начнете понимать, что нужно делать в бою. Вовремя реагировать на действия противника и даже просчитывать наперед его действия. Надеюсь, вы понимаете, чем больше вы времени летаете, тем больше опыта вы получаете и тем быстрее ваши результаты станут лучше. Но, если вы будете летать на разных самолетах, это очень сильно скажется на вашей моторике, так как каждый самолет ведет себя по-своему. Тактика и управление разными самолетами отличаются очень сильно. Вам придется привыкать к новому самолету и заново набивать руку, а также и стрельбу. Ваши результаты не будут стремительно расти, вы будете стоять на месте. Вдумайтесь, если вы не умеете летать на самом лучшем самолете, то взяв другой самолет, вы станете летать лучше? Такого не будет, такого просто не может быть в этой игре. Надеюсь, вы это все понимаете и сделаете правильные выводы. При ведении боя вы должны знать следующее. Первое. Выпуск закрылок значительно уменьшает скорость полета. Их нужно выпускать в следующих случаях. Для удержания самолета на малых скоростях обязательно выпускаем закрылки. Также, когда противник уходит вверх, но из-за малой скорости вы не можете поднять нос и сделать выстрел на остатках энергии. Поэтому нужно выпускать закрылки. Также, при вертикальном бое на малых скоростях, когда противник делает разворот верхней точки, но при этом мы не можем по нему стрелять, выпускаем закрылки для увеличения подъемной силы и держимся на закрылках, пока он не уйдет вниз. Также выпускаем закрылки, чтобы как можно долго оставаться в зависшем состоянии. Когда противник плотно сел на 6, выпускаем закрылки для увеличения маневренности на большой скорости, а также быстрого уменьшения скорости для пропуска противника. Для более быстрого разворота или доворота на скоростях 400-500 км в час, также выпускаем закрылки на 10-30%. При выходе из пикирования в критической ситуации, когда мы прозевали высоту и не успеваем выйти, перетягивая ручку, выпускаем закрылки, а также выкручиваем тремера или стабилизатор на кабрирование. Правильная работа с закрылками в бою увеличивает шансы на победу. В принципе, с закрылками сопредельно ясно. Они тормозят, увеличивают подъемную силу, уменьшают сваливание, увеличивают маневренность. Вы должны это знать и в нужный момент использовать их. Второе. В бою всегда контролируйте противника. Если вы потеряли противника, вы потеряете позицию и, возможно, проиграете бой. Если вы истребитель, ваш обзор должен быть быстрым и четким. Медленное перемещение взгляда, а также отсутствие координации в пространстве во время вращения, приводит к замедлению реагирования на происходящее и неверному выбору траектории полета, что напрямую повлияет на позицию в бою. Третье. Старайтесь меньше выполнять горизонтальные маневры. Не ходите по прямой. Набирайте высоту, когда есть время. Тем самым вы накапливаете энергию, которая всегда пригодится вам. Если энергии много, тратьте ее разумно и ни в коем случае не допускайте ситуации, когда избыток энергии может привести к поражению после контратаки противника. При защите старайтесь держать скорость. Хочу заметить, что зависание над противником – очень опасное занятие. Если противник сможет поднять нос и пострелять по вам, то такой риск не оправдан. А если он не сможет поднять нос, а вы зависли вверху без скорости, то пока вы там теряли всю свою скорость и зависали, противник, набирая скорость, накапливает энергию. И в момент вашего падения на него, он воспользуется этой энергией и уйдет вверх. После чего он выйдет на контратаку. Или он может просто разорвать дистанцию, пока вы там висите, и переворачиваетесь без скорости. Четвертое. Работа тягой также важна в бою. Работой тягой вы можете упрощать развороты, перевороты и пропускать противника вперед. Например, если вы летите на скорости 500 км в час, то прибрав тягу, вы сделаете разворот быстрее, чем на полной тяге. Пятое. При ведении боя бывают моменты, когда противник начинает убегать, и нам сложно его догнать. В таких моментах вы сразу должны обращать внимание на свое положение на карте и курс. Как мы знаем, красные убегают на восток курсом 90, а синий на запад курсом 270. Например, вы красный пилот. Вели бой, синий вышел из боя и начал убегать курсом 70. Но вы это сразу заметили, и начинаете отрезать ему путь отхода, уходя курсом 40. Синий пилот понимает, что он не туда пошел, и будет менять курс на запад. А так как вы срезаете угол, то вы сможете сблизиться с ним. Можно резать угол очень сильно, но тогда вы сойдетесь с противником под углом даже 90 градусов. В таких случаях нужно внимательно следить за действиями противника. Если он пассивен и просто пытается убежать, то при схождении с ним под прямым углом лучше сделать угреждающий разворот. Возможно, даже через верх, чтобы сохранить энергию при развороте и не упустить шанс догнать и атаковать противника. Так как если вы при таком схождении будете делать разворот виражом, то вы потратите энергию, а противник, удерживая скорость, просто уйдет от вас и вы останетесь ни с чем. Умение срезать угол на малых и больших дистанциях очень важный навык. Он дает больше шансов в занятии нужного положения в бою, увеличивая шансы на победу. 6. Выход из боя Иногда для того, чтобы выиграть бой после потери преимущества, нужно выйти из боя. Многие считают это бегством, но это не так. Это обычная перегруппировка, тактика, основанная на получении преимущества своей техники или помощи союзников, как воздушных, так и наземных войск. Зачем терять самолет, потеряв преимущество, если можно его сохранить? Здесь главное вовремя заметить проигрыш. Ситуацию, в которой наше положение в следующий момент боя представляет опасность для нас. Например, мы имели преимущество в энергии и решили сесть на 6 плотно противнику, как в этом видео. Но что-то пошло не так. В данном случае что-то со стрельбой не так. Пришлось закрутиться с Яком и его чудо-щитками. В итоге я понимаю, что в следующий момент я могу попасть под атаку сверху и просто выхожу из боя, после чего перегруппироваюсь, занимаю высоту и выигрываю бой. На красных самолетах, например, можно выходить из боя и лететь под зенитки на земных целях. При этом лучше включить навигационные огни, которые еще называют ОНО или ОНОЖКИ. Пусть противник думает, что вас уже ищут и идут на помощь. Лично я делаю так всегда, и очень часто противник просто отворачивает и уходит. Седьмое. Стрельба. Конечно, это очень важный навык, без которого выигрывать бои намного сложнее и дольше. Могу лишь посоветовать новичкам стрелять короткими очередями. Не нужно зажимать гашетку и поливать как со шланга во все стороны. Хочу еще раз напомнить всем, что если при стрельбе у вас сильно дергается прицел, то нужно выставить сглаживание в настройках руля высоты. Каждый самолет в игре реагирует на отклонение рулей высоты по-своему. Для лучшего понимания, посмотрите мои сглаживания на разных самолетах. Например, если вы летаете на БФ-109-Ф4, а в следующей миссии на севере их нет, а есть только Г-2, то, как вы знаете, Г-2 менее маневренный самолет и плохо слушается рулей. А Ф-4 наоборот более маневренный и чувствительный по рулям. Поэтому я пересев на Г-2 уменьшаю сглаживание и чувствительность получается как на Ф-4. На таких самолетах, как МС-202 и И-16, нужно обязательно выставлять большое сглаживание. Так как эти самолеты очень чувствительные по управлению и малейшие перетягивания ручки приводят к сваливанию и штопору. Поэтому я делаю сглаживание на 50-60%. Так как у всех джойстики разные, то такие настройки, конечно, подойдут не всем. Но, в общем, я думаю, принцип вы поняли и попробуйте поэкспериментировать с настройками. Ну и восьмое, это, конечно, управление самолетом. Вы должны чувствовать его, уметь выполнять фигуры и маневры. Все эти пункты вы должны уметь выполнять в бою, чтобы выиграть. А сейчас давайте разберем несколько боев на немецком самолете с одной тактикой и на советском самолете с другой тактикой. Надеюсь, все понимают, что тактика ведения боя у двух сторон разная, так как самолеты каждой стороны разные. Одни более быстрые и скороподъемные, а другие более маневренные. И если пытаться делать то, для чего данный самолет не предназначен, то можно потерять самолет. Поэтому не нужно воевать со своим самолетом, заставляя его делать то, к чему он не приспособлен. Вы потеряете его. Первый бой давайте разберем на F4. Бой довольно-таки интересный, здесь много тактики. Бой начинается с прогрешной ситуации, когда у нас на шести противник. Первым делом, чтобы правильно сделать нужные действия при обнаружении противника на шести, вы должны определить тип самолета противника и его скорость. Я определил, что за мной идет Як-1, и его энергия, его скорость значительно превышает мою. То есть, именно от этого я начинаю делать уже следующие действия. Я принимаю решение на ножницах пропускать противника. При этом я сбрасываю тягу и ухожу на правый доворот, делая его так, чтобы противнику было сложно по мне пострелять прицельно, делая его со спуском. Почему именно так я решил снимать шесть? Если бы на шести был ЛАК или ЛА-5, то все было бы намного проще, и тягу сбрасывать не пришлось бы, так как эти самолеты, они менее маневренны, чем F4. К тому же, сброс тяги увеличивает шансы пропустить Як-1 на ножницах и выиграть угол. При этом, возможно, даже получится пострелять. Смотрим. Убираю тягу и ухожу вниз с резким доворотом, с перегрузкой. Дальше, следующее действие, вы прекрасно знаете, мы их обсуждали в уроке по снятию шести. После перекладки нужно уходить под противника. То есть убирать крыло, пытаясь пройти от противника, чтобы ему неудобно было по нам пострелять. Резко делаем перекладку и резко уходим под противника. Все, крылья убираем. Дальше, следующее действие, нам нужно сразу доворачивать обратно на противника. Что бы он ни делал, мы должны в этой ситуации всегда дальше направлять свой нос самолета на противника. Дело в том, что сейчас у противника очень много энергии, и он старается ее тратить на довороты и пытается нам сесть на шесть. Нам же довольно-таки просто избегать этих ситуаций, так как у нас очень малая энергия. Но постоянно так быть не может. И нам нужно что-то делать. То есть сейчас, в данном случае, нам нужно идти на противника. Мы не должны никуда пытаться убегать, куда-то климбиться. Потому что у нас малая энергия. Мы в проигрышной ситуации. Поэтому мы идем за противником, в его сторону. Сейчас я даже вижу, что противник до меня нос не доворачивает, и решил пострелять ему в лоб. Сейчас, смотрите, противник уходит вверх. Уходит вверх. Энергии у него до сих пор очень много. У нас энергии мало. Он уйдет вверх, накапливая энергию в высоту. А мы тогда идем вниз, также накапливая энергию, набирая скорость. При этом мы идем в сторону противника. Набираем энергию, спускаемся. Противник начинает идти вниз. Мы начинаем идти вверх, на вертикаль. Почему мы идем вверх? Дело в том, что если мы будем летать у земли, выполняя горизонтальные маневры уклонения, то это, скорее всего, приведет к проигрышу. Поэтому горизонтальные маневры старайтесь не делать. Ваши траектории должны быть или вверх, или вниз. Есть время и возможность набрать высоту? Набираем. Нужна скорость? Пикируем. И получаем ее. Все просто. При этом мы не даем по себе пострелять, выдерживая нормальный угол. Вот в этой ситуации, если мы довернем, то мы выйдем на лобовую. Но я отказался от лобовой и начал уворачиваться. То есть я не пошел на лобовую. То есть я всеми силами избежал лобовой, хотя это было очень рискованно. Но лобовая меня не устраивала. И сейчас такая ситуация, что наши энергии, они практически уравнялись. Сейчас противник идет вверх, у него выпущены щитки и скорости у него очень мало. У меня скорости тоже очень мало, но я уже иду вниз. То есть я уже могу быстрее разогнаться. То есть сейчас такой момент, самый нужный момент, когда можно выйти из боя. Не нужно воевать на Мессершмитте вот на таких вот малых скоростях. Мессершмитт для этого не предназначен. Мессершмитт на малых скоростях не может вести нормальный маневренный бой. Его постоянно колбасит, его из стороны в сторону кидает. Он болтается как не знаю что, как на резинках весь. Аяк, он на щитках может легко вообще висеть, стабильно. Он будет вообще идеально ходить. Вот в таких вот ситуациях старайтесь избегать боя. Есть возможность, есть возможность, вот как сейчас у меня появилось. Смотрите. Все. И я разгоняюсь, закрываю радиаторы, даю полную тягу. 1.42 атака, 2.500 оборотов, радиаторы закрываю и быстрый разгон. Все. Пока противник там висел на своих щитках без скорости, я в этот момент разгонялся. И дистанция увеличилась в разы. Все. Теперь против противника нету преимущества. Просто нету. Я разорвал огромные дистанции, где-то 800-900 метров это точно. И все, я от него ухожу. Сейчас наша задача в медленном климбе пользоваться своим преимуществом скороподъемности. То есть набираем высоту, увеличивая энергию и занимая более выгодную позицию для последующей атаки. Противник, вот он идет за нами, вот он внизу. То есть он пытается не сильно идти за нами вверх, а как бы пытается держать скорость, идти под нами. Но это все ерунда. Дело в том, что на такие действия противника есть противодействие. Сейчас противник видит, я набираю высоту, а значит моя скорость должна падать. Он пытается держать скорость, и поэтому он меня может догонять. При этом будет сокращаться горизонтальное разделение. Но так как я набираю высоту, вертикальное разделение растет. После того, как сократится горизонтальное разделение, он может выглянуть вверх за нами, потратив всю свою сохраненную энергию. Этот момент важно не пропустить. И как только вы увидите начало подъема противника, сразу встаньте в горизонтальный полет. Или совсем немного опустите нос и разгоняйтесь. При этом наклоните самолет на одно крыло и немного дайте ручку от себя. Такие действия не дадут противнику сделать прицельный выстрел. А в нашей ситуации противник ничего не смог сделать. Сейчас я вижу, что противник отвернул и сразу же начинаю спуск. При этом я его потерял. Я его вообще не вижу. И когда я уже смотрю, то вот он на нас летит. Я вижу, что он уже развернулся и летит в лоб. Поэтому я сразу же ухожу от атаки в лоб. Меня она не устраивает. И вот сейчас такой момент. Нельзя вот в таких вот ситуациях, когда вы сходитесь в лоб, нельзя резко уходить на вертикаль вверх. Вот многие просто уходят вверх прям свечкой, думая, что у них там большая скороподъемность. Они там улетят вообще в космос. Нет. Сейчас у Яка тоже много энергии. Как и у нас. Возможно, у нас немного больше энергии. Мы улетим повыше. Но если мы сейчас резко пойдем вверх, то он сможет по нам пострелять. Этого допускать нельзя. Поэтому в таких ситуациях не ходим вверх. Нам нужно просто так же дальше немножко уйти вверх и дальше разрывать дистанцию так же в мелком наборе высоты. То есть, вот смотрите, я определяю, вот он за мной пошел, вот он идет, да, развернул на меня нос. Оп. Все. Вот он идет. И я дальше уже выпрямляю и более разгоняюсь. Плавно набираем высоту и контролируем противника. Как вытягивать и атаковать противника, я буду рассказывать в уроках по Мессершмитту. Многие синие пилоты делают это неправильно, поэтому я расскажу об этом подробно. В этой ситуации противник не пошел за мной. Я это увидел и сразу развернулся на него. Дальше в таких ситуациях многие синие пилоты начинают бумзумить противника. Да, это можно делать, это правильно, но обычно это все долго затягивается. Происходит это из-за неумения стрелять, спешки, в общем из-за отсутствия опыта. В итоге они сливаются и умирают. В данном случае мы имеем огромное преимущество в энергии и можем потратить ее на сильные довороты, чтобы выйти на стрельбу. В общем, сейчас садимся плотно на 6 противнику. Такая затея может оказаться провальной, так как требует навыков стрельбе, контролем за противником и умения управлять самолетом в целом. Но в принципе из-за преимущества в энергии, ваши ошибки и промахи может исправить уход наверх, на полной тяге. Так что не бойтесь, садитесь в таких ситуациях плотно на 6, вам нужна практика для понимания всех тонкостей. Главная тонкость в таких случаях это работа тягой и иногда закрылками. Огромная скорость нам не нужна, ведь мы хотим плотно сесть на 6 противнику, поэтому даем тяге столько, сколько нужно, чтобы удержаться у него на 6. Поддерживаем скорость тягой после сильных доворотов. Внимательно следим за противником. Вот сейчас противник стоит в аэзотальном маневре, то есть он делает ошибку. Такая защита не оправдана, можно сделать было все по-другому. Но он предпринял такой маневр и поэтому мы выходим на огневую позицию и прострелим его. Дальше, когда противник нас проскакивает, мы резким доворотом идем сразу же за ним. То есть мы резко доворачиваем за ним. Сейчас он уходит вверх и чтобы нам было легче уйти вверх, я выпускаю немного закрылочки. Посмотрите. То есть помогаю закрылочками подтянуть самолет кверху. Все, это должно быть немного, не нужно выпускать там 20-30, нет. Это совсем немного, дело в том, что мистер Шмидт на сильно выпущенных закрылках не очень хорошо управляется. Сразу теряется скорость и его начинает болтать, он плохо управляется. В общем, увлекаться ими не стоит. Все, 10% где-то выпустили, все, этого будет хватать. Все, мы выходим опять на позицию стрельбы и сразу же режем угол. То есть ждем уже противника в этой точке и готовимся к выстрелу. Атакуем, сразу же опять идем за противником. То есть у нас больше энергии. Любой его маневр, любой его маневр, мы за ним можем проследовать, так как мы имеем больше энергии. Сразу же идем за ним. Тоже сейчас его пробили и сразу же опять выходим. Опять держим прицел в том месте, куда идет противник. Ждем, когда он сам в нас влетит, в наш прицел. Все, все очень просто. Все, подождали, выстрелили, все. Он получил свое, все, там крыло отлетело. Повторяя маневры противника, наша задача срезать угол и ждать противника в том месте, куда он летит, удерживая на этом месте прицел. В этом и есть преимущество, когда мы на шести. Вот такой вот бой получился. Идем дальше. Следующий бой против Ла-5. Я атаковал пешку и после этого у меня нарисовывается Ла-5 на шести. То есть у него больше энергии, у меня энергии значительно меньше. Вот сейчас противник на меня строит заход и пытается атаковать. Мои действия такие. Я пытаюсь уходить вниз под противника. То есть не давая ему хорошо прицелиться по мне и мою траекторию вычислить. Ухожу под него, убираю крылья. Оп. Он не смог по мне попасть. Следующие действия такие. Смотрим на противника. Если у меня противник сейчас выше меня, у него много энергии, у меня энергии меньше. Значит мы опять противник рядом, поэтому нам нужно опять на него доворачивать. То есть доворачиваем опять на противника. Следим за ним, что он делает. Он не идет нас атаковать, а держит энергию и старается построить заход. Мы что делаем? У нас два действия. Или можно было сейчас разгоняться. То есть в этом моменте. Вот в этом моменте. Мы могли сейчас разогнаться вот в ту сторону. Вот туда. То есть мы могли разогнаться и набирать энергию, немного пикируя, разгоняясь. Но я выбрал другой путь, так как это Ла-5. Если бы это был Як-1, то да, можно было бы немного подразогнаться, убегать. Но так как это Ла-5, его легко в принципе сбить. Это не такой сильный противник, как Як-1. Поэтому с ним можно и покрутиться, и даже довольно-таки интересно. Поэтому я решаю набирать энергию, набирая высоту. То есть я иду за противником. Все, я пошел за противником и набираю высоту. Накапливаю энергию в высоту. Вижу, что он также пытается уйти, держит энергию. И сейчас, в данном моменте, зависать нельзя. То есть не нужно тянуться прямо до противника. Этого делать не нужно. Просто пытаемся уходить под противника и смотрим за ним. Сейчас мы без скорости, он на нас переворачивается. Мы начинаем идти вместе с ним разгон. Мы разгоняемся вместе с ним. Он набирает энергию, и мы при этом также будем набирать энергию. Обязательно нужно разгоняться под противника. Это делать нужно обязательно. Потому что ему будет очень сложно нас атаковать. Сейчас разбегаемся, разгоняемся под противника. Убираем обычно крылья. Мы хорошо уже разогнались. Крыло убираем. Приньба идет. Дальше сразу уходим на переворот. И сразу режем угол. То есть сейчас мы летим туда, где будет противник. То есть примерно вот сюда вот. Не нужно на него сильно доворачивать. Он сейчас пойдет так же вверх. Потому что у него много энергии. Он не будет на нас доворачивать. И мы выскакиваем за ним. И выходим на огневую позицию. Все. Полная мощность с двигателем. Я тут на ручнике. Проверить за 500 держать. И все. Стрельба. Противник сбит. То есть мы практически выпрыгнули на его высоту. И вышли на огневую позицию. Потому что мы набрали достаточной энергии, чтобы выпрыгнуть за противником, выйдя на огневую позицию. Все. Бой сделан. В принципе, против ЛА-5 нужно всегда воевать на Мессершмиде агрессивно. Это не тот противник, это не як один, против кого нужно вести пассивный, например, бой, немного убегая, занимая лучшую позицию. С ЛА-5 можно крутиться без проблем. Так что пробуйте. Все должно у вас получаться. Теперь давайте разберем бои на красных самолетах. Тактика ведения боя отличается, конечно, но принципы ведения боя в проигрышной ситуации те же. Когда вы ведете бой, вы должны думать не о том, как выжить, а о том, как подловить противника и выиграть бой. Вы истребитель. Истребитель должен быть агрессивным. Если у вас нет агрессии, вы никогда не научитесь летать. Я уже делал урок по ведению боя, где рассказывал о тактике оборонительного вертикального боя. Это самая агрессивная, наступательная, энергетическая тактика ведения боя, которая является, на мой взгляд, самой лучшей. Нет ничего лучше этой тактики. Она работает на 200%, и вы можете убедиться в этом, посмотрев мои видео на сайте, где я демонстрирую ее во всей красе. Эта тактика построена на энергетическом бою, где вертикальный маневр стоит на первом месте, а горизонтальный сведен к минимуму. Главным маневром, взятым за основу, является петля, которую выполняет Як-1 и 16 лучше, чем Мессер, из-за быстрого перехода на пикирование в верхние точки, в которые Мессер Шмидт просто может потерять управляемость. Да, это так. Мессер проигрывает петлю Яку. Если Мессер не имеет преимущества в угле изначально, это было протестировано и проверено во многих боях, если есть угол и больше энергии, то Мессер в состоянии дожать движком и достать Яка. Но это он должен сделать на первых двух петлях, потому что после них у него уже останется никакого преимущества. Никакого преимущества у него не останется. Давайте разберем бой на Яке без преимущества, с тактикой оборонительно-вертикального боя. Так, знакомая ситуация, когда противник выше нас и начинает нас зумить. Многие с такой ситуацией встречались, но многие не умеют защищаться. Многие, конечно, летают на высоте, заклимливаются туда, ищут противника. А когда находят, и он находится выше них, то все, они не знают, что сделать. То есть вся тактика основывается на том, чтобы быть выше противника, на него упасть, пока он не заметил, и все. Когда противник выше, многие не понимают, что нужно делать. Как вести бой в защите? Они пытаются уходить вниз, сливаться, убегать. Это неправильно. Тактика оборонительно-вертикального боя основана на вертикальном маневре, когда противник начинает вас атаковать, он на вас пикирует. При этом мы идем наоборот ему навстречу. Мы идем вверх. Но мы не идем на него прям в лоб. Мы идем немного в сторону. При этом он не может по нам пострелять, так как он... Вот смотрите. У него огромная скорость. Он на нас пикирует, и он не может дотянуть ручку до нас. То есть, смотрите, вот он начинает пикировать. Мы идем не в его сторону, и не прям на него мы идем. Смотрите. Раз, мы идем вверх. То есть, плоскости у нас направлены так к нему, чтобы по нам было сложно попасть. Смотрите. Он пытается до нас дотянуть ручку, но у него ничего не получится. Потому что мы резко уходим вверх, и он просто не в состоянии потянуть ручку на такой огромной скорости. Все, что он там пытается выстрелить, это все там где-то сзади. Что происходит дальше? Вот в этом месте он видит, что мы ушли вверх. И думает, улучшаю за ним ручку, тяну, перетягиваю. Но у него ничего не получается, так как у него очень большая скорость. Он не может за нами уйти. А мы в такой ситуации, мы находимся уже практически без скорости. Так как мы ушли на вертикаль, скорости у нас уже практически мало. И мы можем на него очень быстро развернуться. При этом мы можем даже выпустить щитки. Мы делаем быстрый разворот. Быстрый разворот. Противник, если он грамотный, он это все поймет. Он поймет, что это контратака. И он просто уйдет в горизонте прямо. Но большинство не понимает, что происходит. И пытаются тянуть ручку и быстрее уходить наверх. В этом-то моменте они получают вот такие вот... Все, это поражение. То есть делают неправильно. Они подставляются под контратаку. То есть мы заманили их в ловушку. Это и есть тактика оборонительного вертикального боя. На этом она основана. Вертикальный маневр, контратака. Бывают ситуации, когда нас атакуют у земли. И атака происходит не сверху пикированием, а как бы сбоку. То есть практически по горизонту. Такая атака, она более опасная, чем если бы противник атаковал нас сверху. Дело в том, что при таком заходе противнику легче до нас довернуть. Вот смотрите. Вот противник на нас заходит. И мы убираем плоскости и начинаем идти вверх. И противник сейчас резким доворотом ему легче до нас довернуть. Чем если бы он на нас пикировал. То есть, когда бы он на нас пикировал, он бы с огромной просадкой бы перетягивал ручку и не смог бы до нас дотянуть. А здесь получается, что он может до нас дотянуть. И за этим нужно внимательно следить. Если мы видим, что противник сильно доворачивает при такой атаке, то нам нужно выпускать щитки и резко уходить вверх и делать вот такие вот похожие что-то на бочку. Это маневры уклонения. То есть так мы будем пропускать противника. Бывает так, что после таких атак противник начинает также идти за нами. Это нужно также не пропускать и выпускать щитки. На щитках мы мессера можем легко сделать. То есть, не нужно этого бояться. Если мессер начинает так закручиваться, то он может проиграть. И обычно они не начинают крутиться. Они просто уходят вверх, как сделал вот сейчас этот пилот. Что мы делаем дальше? Так как я сейчас понял, что этот мессер агрессивный, он сильно доворачивает, я сделал уже выводы, и сейчас моя тактика будет уже по-другому. Смотрите, он строит на меня заход. Я внимательно наблюдаю за ним. И так же ухожу вверх. Но теперь, теперь я уже резким переворотом с щитками уже выхожу на него и встречаю его. Вот он, пробитие в крыло. Все, крыло я ему пробиваю. И его пыл уже все приутих. Что-то там у него закрутилось, что-то там уже у него не так. Все, и он полетел по своим делам. То есть, все желание атаковать мы у него отбили. Вот такая вот техника защиты. Посмотрите на картинку, которая показывает, как видит наш самолет противник при атаке. Если мы будем уклоняться от атаки противника обычным виражом, то по нам намного проще попасть, так как в вираже наши плоскости раскрыты. А в вертикальном маневре мы убираем плоскости, и противнику будет сложно по нам попасть, даже если он сможет дотянуть до нас нос. Надеюсь, вы поняли, что на первом месте всегда стоит вертикальный маневр. Когда начинается бой, например, или восхождение, нам нужно так подготовить позицию, чтобы бой начать с вертикального маневра. Например, вот так. Если противник поймал наживку, то начинаем крутить петли. Но стараемся делать не косые петли, потому что из-за косой петли противнику легче уйти на йо-йо, а нам это не нужно. Для того, чтобы быстро проходить верхнюю точку петли, выпускаем щитки и тянем ручку чуть сильнее. Когда выпускать щитки и убирать, вы видите в этом видео. Если видите, что противник сливает позицию, то можете больше резать угол и доворачивать на щитках, и не забивать и потом убирать щитки. Как только видите, что противник хочет выйти из боя, сразу убирайте их и закрывайте радиаторы. И за ним. Бывают другие моменты, когда нет схождения и нет времени на подготовку вертикального маневра. Но есть немного скорости для маневра. Як-1 может делать петлю на скорости 280 км в час. Пусть она даже будет не идеальная, но этого вполне будет достаточно, чтобы улучшить позицию и угол. Ведь если мессер пойдет за нами, он просто не сможет повторить, что сделает Як и И-16. Думаю, вы все поняли, но даже если не поняли, вы сможете увидеть все в моих новых видео, на главной странице. И вопросы отпадут сами по себе. Сейчас я вам хочу показать ситуацию, где вертикальный маневр застает противника врасплох. Смотрите, что происходит. Я вижу, что противник не идет меня атаковать, а идет вверх. Для чего он это делает? Все очень просто. Смотрите. Он пытается занять более выгодную позицию для стрельбы. То есть он хочет, чтобы мы прошли дальше. И через вверх делает разворот и выходит нам в 6. Я это прекрасно вижу и понимаю, что он будет сейчас делать. Сразу же ухожу на вертикальный маневр. То есть я сразу же агрессивно начинаю действовать. Я пытаюсь выйти на его траекторию и атаковать. Он делает, немного меняет траекторию, и у меня не получается выйти на нее, чтобы сделать прострел. Но это уже не спасает противника. Я закрываю радиаторы и сразу же бросаюсь за ним и с дальнего расстояния стреляю, попадаю и что-то, может, он там перебил. Он, в общем, сбитый. То есть вот такими агрессивными действиями с использованием вертикального маневра мы в проигрышной ситуации можем кардинально поменять ход боя и сбить противника. Итак, мы разобрались с защитой и контратакой. Но это, конечно, не все, что нужно знать для боя 1 на 1. Есть мелочи, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Например, нисходящая спираль. Когда мы с противником по спирали спускаемся и каждый пытается пропустить противника ниже себя, тем самым выиграв у него угол. В таких моментах нужно прибирать тягу, выпускать закрылки, ручку тянем немного на себя, так как нам нужно как можно медленнее спускаться. Но самолета при этом старайтесь держать за хвостом противника. Бывают разные спуски по спирали. Более энергичные на высоких скоростях и менее энергичные, когда самолеты почти парашютируют, окружаясь в вальсе. Здесь главное не перестараться с педалями и не свалиться, когда будете пытаться срезать угол, как в этом видео. Пилот Яко имел чуть лучше позицию, но попытался срезать угол и перестарался. Свалившись, он отдал позицию и сразу расплатился за это. Спуск не может быть вечным, и чем ближе земля, тем опаснее становится ситуация, так как тот, кто первый выйдет из спирали, проиграет угол и возможно бой. Перед самой землей можно попробовать схитрить. Даем полную тягу и разгоняемся, набирая энергию. Возможно, мы при этом потеряем немного угла, но если противник вовремя не заметит наш разгон, то он встанет за нами в разворот с меньшей энергией, а мы уходим на вертикальную спираль и выпрыгиваем выше него. Как ни рассказывай, а лучше все испробовать самому. Поэтому идете на дуэльник с другом и встаете в спираль, набираясь опыта. В будущих уроках мы будем разбирать бои как на синих, так и на красных самолетах. В них мы обсудим больше мелочей при ведении боя. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.